Итак, здравствуйте, дорогие мои подписчики! Роликов уже не было давно, и я долгое время думал, о чем же все-таки сделать следующий ролик. Сначала я хотел снять обзор на книгу «Зона поражения» Василия Орехова, но потом, короче, я в итоге прочитал и саму «Зону поражения», и ее сиквел «Линия огня». Так что, если хотите увидеть обзор сразу двух этих книг, или в целом какой-нибудь ролик по книгам, там, по Сталкеру, или у меня еще, кстати, несколько интересных экземплярчиков появилось, не только в Сталкере. Если вам это интересно, пишите в комментариях. Потом я думал записать мнение о новом Ведьмаке от Netflix, но посчитал, что это слишком хайповая тема, и так слишком много роликов на эту тематику, и, по-моему, уже об этом все размусолили, все уже рассказали все только, что можно. И поэтому я считаю, что это бессмысленно. Но насчет Ведьмака у меня все же и есть кое-что интересненькое, и если хотите ролик про Ведьмака, то, опять же, напишите в комментах. И там я, в принципе, наверное, скажу свое мнение о сериале. Хотя, ладно, скажу сразу, мне сериал понравился, он классный. Но вот идея именно для этого ролика посетил меня внезапно, буквально несколько дней назад. Итак, начну все сначала. Ну, не совсем сначала, все-таки будут флэшбэки и флэшфорварды, так что приготовьтесь, будет весело, наверное. Итак, на фоне пока будет просто геймплей. Какой-нибудь я пока не знаю, потому что я еще не монтировал. Потом, короче, будет интереснее. И не злитесь за 30 кадров и за низкие настройки графики. Будем считать, что картинка и фреймрейт максимально приближены к Xbox 360 Experience. Причем в Xbox 360 скоро поймете. Итак, все началось ровно в тот день, когда я купил на распродаже в Стиме две старенькие игры прямиком из своего детства. А именно две части «Смерть шпионом». Эти игры я очень люблю, хоть и не пошел ни одной из них до конца. Но я очень любил в них играть, и те несколько уровней, которые я играл, мне запомнились надолго. Я когда недавно запустил их, понял, что помню все баги и приколы по типу возможности отсиживаться в ящике и стрелять по головам врагов и не палиться. Потом я чисто ради интереса вбил в поиски в Стим название «Алёхинсган». И кого же было мое удивление, когда я увидел, что игра там есть? А почему я так удивился, вы тоже скоро поймете. Итак, мы отправляемся на четыре года назад. Ну, может не четыре, четыре с половиной, как-то так. Точно сказать не могу. Итак, тринадцатилетний я, любитель поиграть в свой комп-люктер, и пока еще не являюсь счастливым обладателем Xbox 360, узнаю от друга моего брата, что в интернете можно скачать демоверсию третьей части Смерт-шпиона. Я сразу же побежал ее скачивать. И когда я запустил, мой мозг просто взорвался. Передо мной было продолжение той самой Смерт-шпионом, но с новой графикой, с новыми возможностями. И все с тем же Семеном Строговым, который продолжает устраивать диверсии, в немецком тылу. В демке было всего лишь одно задание. И я, если честно, его прошел раз десять или больше. И это не шутка. Играл я тогда редко, но каждый раз, когда играл, запускал демку Смерт-шпионом 3. И да. Небольшое отступление. На Западе игра называлась Death to Spice 2, то есть Смерт-шпионом 2. И, кстати, на Википедии, когда вы обьете Алехинсган, вам выдаст название Смерт-шпионом 2. Так как аддон Момент Истины на Западе не считается самостоятельную игру. И поэтому, то есть у нас она считается Смерт-шпионом 3, считалось по крайней мере. А на Западе Смерт-шпионом 2. Итак, продолжаем. Как-то раз шерстяй интернет в поисках инфы о том, когда же все-таки выйдет долгожданное продолжение Смерт-шпионом, я узнал печальную новость, что игра и так последние пару лет пыталась собрать деньги на Кикстартере, а позже и в Гринлайте, из-за того, что у нее, как бы, от них отказался издатель 1S Soft Club, видимо, из-за того, что у них начались какие-то серьезные финансовые проблемы, они решили отказаться от всех своих проектов, что очень печально. Но разработчики на Кикстартере и в Гринлайте собрать нужное количество средств так и не смогли, и поэтому разработка игры была остановлена. Я, огорченный такими печальными новостями, стал искать больше инфы об игре и нашел несколько роликов с демонстрацией геймплея за целых трех играбельных персонажей, и в этот момент я загрустил еще сильнее. Эх, такая игра могла бы выйти, подумал я, ну, видать, не судьба. Решил я и забыл на долгое время об этой игре, лишь иногда запуская то самое демо. Еще одно отступление. Тот ролик, который я видел тогда, вроде был трейлером геймплейным, но найти сейчас я его не смог, поэтому, может быть, это был и не трейлер, сейчас уже точно сказать не смогу. Ну, да не важно. Мы продолжим. В 15-м году я прочитал на Плейнграунде новость, что продолжение Смерть Шпионом все же будет, но игру теперь делают американцы. И главного героя будут звать не Семен Строгов, а Алехин. Как бы отсылка к советскому шахматисту. Игра будет называться Алехин Сган, пушка Алехина. Отсылка к какому-то известному ходу этого шахматиста, но я, если честно, в шахматах особо не разбираюсь. Причем, кстати, один ютубер назвал игру Алехин Ствол. Это одновременно и забавно, и, блин, глупо. И это в корне неверно. То есть, Алехин Ствол, ну, камон, что это такое вообще? Ну, в общем, я глянул на скрины из демоверсии, и на скрины из трейлера «Грядущий Алехин Сган». И понял, что график вообще практически не поменялся. И главный герой постарел, и он один остался. Но лицом он все же похож на Семена Строгова из первых двух частей. И события происходят во время Холодной войны. Но в трейлере были кадры из той самой демки, что не могло меня не радовать. Я стал ждать, и на какое-то время опять забыл об этой игре, ровно до тех пор, пока она в шестнадцатом году не вышла. А вышла она немного позднее перезапуска Hitman, который, кстати, довольно-таки успешным оказался. И я решил попробовать скачать новую версию «Смерти шпиона» на свой комп. К слову, я был в шоке, что даже демка на нем нормально работала. Все, видимо, из-за того, что выйти она должна была изначально на PC и на Xbox 360. И, кстати, именно поэтому на всех презентациях демонстрилась именно версия для Xbox 360. И, кстати, выглядит она очень прикольно. И поэтому игра была максимально оптимизирована под слабое железо. В итоге Alekhansgan вышел на ПК, Xbox One и PS4. И игра отлично запускается и работает на моем древнем компе. Я был очень рад, что первой миссией оказалась та самая демо-версия из 2014. Но имелись, кстати, и отличия. Например, в игре появились ролики перед и после заданий. Они представлены в виде такого вот слайд-шоу со звуковой дорожкой. Но, кстати, есть и полноценные косы на движке игры. Но их всего штуки три, если не ошибаюсь. Но в тизере мы видим кадры, которых нет в игре. То есть они есть, но они сделаны не на движке игры, а в виде этого самого слайд-шоу. Сейчас, кстати, вот я пущу вам тизер. И вы увидите, по какой причине от полноценных роликов на движке игры решили по максимуму отказаться. Продолжение следует... 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 С хорошими людьми и плохими людьми. Если все это не имеет никакого значения, то это, что я боюсь. Да-да-да, главная проблема всех этих роликов это анимация На другую анимацию денег не было, и поэтому пришлось каким-то образом выкручиваться. Ну, кстати, насчет анимаций. У меня вот такой вопрос. Почему это в Шинму 3 плохие анимации это норма, а в третьей смерть шпионом нет? Вот, блин, загадка. Но мы вернемся к самой игре. Вот я вам расскажу про основные отличия демоверсии от Алехинсган, которые я заметил. В демке у главного героя был пистолет с глушителем. А в релизе у него обычный ТТ. Кстати, в демке, по-моему, вообще нельзя выбирать снаряжение. Оно вот тебе дается, как бы. А в релизной версии вы можете сами выбрать себе снаряжение. Вы можете просто тупо все убрать и без снаряжения отправиться. Как бы никто вам этого не запрещает. В демке в качестве загрузочного экрана выступает раскадровка, где мы видим Семена, который вырубает немца и надевает его форму. И, возможно, планировался такой ролик. Но, как бы, задание начинается с того, что Семен уже в форме диверсанта, как бы, а не в немецкой форме. Так что, может быть, это в другой миссии должно было быть. Или, может, это старый какой-нибудь концепт-арт. Ну, поэтому не знаю. Точно сказать вам тут не могу. В релизе также можно выбрать сложность. А в демке сложность фиксированная. Причем я не могу сказать точно какая, потому что траектория движения некоторых патрульных отличается. И это меня смутило, когда я вот переигрывал в эту самую демоверсию. Потому что в начале демки я думаю, почему она такая сложная в сравнении с Alekhens Gun? Почему он все время палит? Оказывается, что один патрульный, который просто-напросто в релизной версии стоит и разговаривает с санитаром, здесь он ходит туда-сюда и все время меня палит. Вот такой вот казус. И самое главное отличие. В локации, где мы должны покинуть территорию задания, включается ролик на движке игры, где главный герой знакомится с американским агентом Рамбальди, который сыграет немаловажную роль в сюжете. И эта локация изменилась как раз таки из-за того, что там появилась камера с Рамбальди. А, ну еще у немцев вместо штурмгиверов теперь MP-40. Но, кстати, штурмгиверы присутствуют в третьем задании. И да, интересный факт. Штурмгивер в демо-версии имеет иконку автомата Калашникова. Вот такой вот забавный факт. Потому что многие считают, что Калашников не сам придумал свой автомат, а украл его идею и конструкцию у немцев. Не знаю, совпадение это или нет, но вот такой вот интересный факт. А также в демке нельзя открыть инвентарь. Вообще. И мелодия в демке, и в первой миссии релизной версии отличаются. И музыка во время тревоги, кстати, тоже другая. Ну, это, в принципе, все отличия, которые я, по крайней мере, нашел. А, ну и да, и, конечно же, главное меню отличается, понятное дело. В демо-версии у нас написано Dead to Spice 3, на сером фоне как бы. И в этой котельной из первой миссии находится Семен, молодой, в костюме диверсанта из первой миссии. А в Алехин сган как бы надпись Алехин сган красная, на красном фоне. И Семен как бы у нас старый. Вот так вот. Сейчас вот я пущу нарезочку одинаковых моментов в демо-версии, и в релизной версии. Чтобы, ну, как бы, вы могли оценить там моменты, которые отличаются. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Потому что в нём лучше всего демонстрируется взаимодействие трёх персонажей. И концепция уровня, кстати, кажется, была совсем иной, потому что в релизе по всей территории особняка просто ходят одни мафиози. А в билде, показанном на Gamescom, похоже, это был какой-то торжественный вечер, и там много обычных людей безоружных, которые не похоже на громил с автоматами. В общем, я пускаю сначала ролик с билдом, а потом геймплей с этого же уровня в релизе. Я Бен Норман, и вы будете видеть «Деф the Spies 3» сегодня, published by 1C Company. Это очень старый этап для игры, и, как вы видите, это уже выглядит очень красиво. Мы имеем очень сильные элементы, очень сильные, графические элементы в основном в релизе. Но «Деф the Spies 3» literally означает, что вы являетесь counter-спи-спи. Вы действительно делаете counter-espионаж, и вы,自身, коммите-спионаж. Итак, первое, 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 что вы являетесь инфильтры, что вы не должны быть в порядке. Это стандарт-спионаж элемент. Но, главное, что мы имеем в виду, что мы имеем в виду «Спи-мод» — это называется «Спи-мод», по-моему. Это позволяет вы быть уверены, кто вы смотрели на вас, и leadership прямоугадывая в том, что вы в России вас не собираетесь в премии. Сейчас объясню, что я уже не могу задействовать, это не проблема, как вы в своей зоне спи-мод. Если я начинаю спи-мод Sacали организацию, как я изменькался, поссор coupитсяれた же из этой зоны политики, это реально привезти к своим общее. Сейчас, моего первого стала бы на моей обещании, принцесса, Продолжение следует... 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 everyday spy life so it's not about James Bond where you have caviar black caviar you know cute you looking ladies fast cars and kill everyone this is more like stealthy and this another mini game that's another mini game mode that we have this was one of the major problems for the journalists we had an event in Prague and somehow like 95% of journalists failed to complete this I don't why but it's simply it's a game more fun of of memory so you have to find four pairs of similar looking of same looking squares it's speed but you have the the time limit of course so right now we have the character Victor he's right now in the shade in the left bottom corner you see that's that diagram that shows that he's in the shade what what we have to do we have to sneak in the building but we have the paralyzing gun so we have to you know do this to we don't want to kill them we don't want to just to take him down for for a while so we have to sneak in behind and paralyze people there each of the characters has their own gadgets and spy gadgets for example you can kill a person with a gun with the silencer with the with the strangling units with the lady kills with a kiss of course and the first she first kiss will show you a little bit later then she kisses it then kills with the hairpin so it's all we're not sure if someone said that all you should guys just have the girl naked at some moments time we'll see we'll see so right now what we have to do we have to go inside the building and we we yes we have to be stealthy we just peek through the keyhole a little bit of wearism here so we look through the keyhole and wait till we see the the cleaning lady and we can turn on them okay yes that's that's the cleaning lady we go in and we use another in another in another spy gadgets chloroform we don't want to kill this in that nice lady she has nothing to do with with our mission so we just make her silent and put her in wardrobe so the thing is that the guys they can take the bodies and put somewhere the lady of course not we are we are realists no ladies can you know take the bodyguard on the on the shoulder so right now andrea will show you how the lady kills so she draws attention first and then she makes this silent takedown yes lovely so once again do we urge the players to be as silent as possible and there'll be special achievements for being as silent as possible but once again we what we want to play to have the players feel that the game is really replayable if you remember there was an old game called the Vikings or commandos really early Blizzard game Vikings we had three small Vikings and you should have used all three you know to complete the mission this is a little bit of the same concept I'd say that you can you can take one and go around and kill everyone but it's a possibility that you run out of ammo because the idea is to be assigned as possible but you can you can switch between the characters at any certain moment of time so you can do whatever you want to the strategy is all yours so what we do with there's a map of course and before someone is killing it is shooting at us so there is a an objectives and you can before doing anything you have to see this the way the people move where they go and how they react and what they do and only after that because you you make a wrong step you fail the the entire mission which is not that good so the the home the whole plot will be will dwell in North America Cuba of course because it'd be because of the missile crisis and one of the missions will be in Europe it will be somehow it time recall because they will probably be fish Germans be involved so that's practically it once again we updated the graphics we just people before complained about this game will be that it was too difficult even on easy but when 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 you bring the game to console it's 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 it eases a little bit the entire experience you don't have the keyboard with hundreds of keys depending on the on the on on the difficulty level they'll be from 12 to 20 hours of gameplay there'll be 10 missions and on on easy level if for example kill someone and you change clothes one of the guys can change clothes you can become a bodyguard a waiter whatever you want to if if you kill someone there'll be bloodstains on 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 the clothes it will be in previous parts as well but nobody will care will care actually on easy level but on a high level everybody will see and they will trigger the alarm this is it this is this I'm this is I'm Продолжение следует... Продолжение следует... Там, в принципе, ничего особенного, но лично меня заинтересовал один момент. Если я правильно понял, то задания в сеттинге Второй Мировой появились уже после смены издателя. Наверное, имеется в виду второе и третье задания, потому что первое было сделано еще в 2014 году, а может быть даже и раньше. Итак, Мэтт Редмонд. Я заметил из средств массовой информации, такие как скриншоты, что Виктор Ковалев и Ольга Годунова-Лопес должны были быть играбельными персонажами. Их убрали для баланса игры или для того, чтобы сфокусировать повествование на Семене Строгове. Алексей Агамалов. Их убрали из-за сложности. Это было слишком много работы, чтобы спроектировать, сбалансировать и протестировать и так далее. И нам пришлось сократить некоторые функции, чтобы вовремя выпустить игру. После того, как мы подписали контракт с Maximum Games, были добавлены дополнительные работы, связанные с переносом на консоли. История также изменилась. Некоторые уровни были переработаны так, чтобы их мог пройти только Семен. Мэтт. Какие способности были запланированы для Виктора и Ольги? Алексей. Ольга смогла привлечь охранников и других негровых персонажей, и также забираться в некоторые специальные места. Например, небольшие проходы, недостаточно широкие для мужчин. Виктор был мастером снайперской винтовки и ножа, умеющий прятаться в тени или в траве. Семен же мог использовать маскировку. Мэтт. Как изменилась история, когда персонажи были сокращены до Семена? Алексей. История полностью изменилась. Первая история была основана главным образом на вторжении в залив свиней. Нам также пришлось изменить историю, потому что права на ней принадлежали предыдущему издателю. Но в основном это были сокращения функций геймплея. Например, удаление нескольких персонажей. Уровни были переработаны. Два уровня были изменены с эры Холодной войны на эру Второй мировой. Ремейки, уровни и с Смертшпионом 1. Мэтт. Максимум Геймс решили выбрать название, объявив о планах компании расширить свое издательское портфолио на более зрелые игры для взрослых? Или из-за оригинального игрового демо? А какая часть игры была завершена до того, как Максимум Геймс подхватили проект? Алексей, я не могу говорить о Максимум Геймс, но думаю, что это был способ расширить свое портфолио. Что касается того, сколько было выполнено на момент подписания контракта с Максимум Геймс, игра Dead to Spice 3 была завершена примерно наполовину для функций игрового процесса и 70% для контента, графики, анимаций, звуков и так далее. Ну, теперь мы подобрались к самому интересному. Наверное, то, что, по сути, многих и привлекло в этом ролике. Вы могли задаться вопросом, почему меня удивило наличие Алекинсгам в Стиме. В этом же нет ничего удивительного, как бы, ну, первые две есть и третья игра есть, ну, то есть, ну, ничего странного. А прикол-то в том, что я хотел купить эту игру на PS4 еще очень давно, и сейчас хочу, но в PSM ее нет. Как и в Xbox Live, кстати. И я до недавнего времени думал, что ее просто удалили из PSN и Xbox Live чисто из-за низких продаж. Я не знаю, как, на каких условиях выкладываются игры в этих магазинах, платятся ли там кто-нибудь пошлина. Ну, просто я думаю, что это, короче, не выгодно. Но нет, в американском PSN она есть, и в английском, кстати, и стоит 20 долларов, а на новогодние распродажи всего лишь 3 доллара. Когда я это увидел, я почувствовал, что меня просто ударили ножом в спину. Игра, которую я бы в нашем сторе мог бы купить за 300-400 рублей, потому что у нас, с учетом НДС, игры, ну, как бы дороже. Это общеизвестный факт. То есть, игра эта находится вообще вне зоны досягаемости. Вы только задумайтесь, русская игра, которой нет в русском PSN, но которая есть в американском. Что за идиотская ситуация? Я решил выйти интернет с этим вопросом. Естественно, ничего не нашел, потому что, похоже, кроме меня, всем пофиг на эту игру. Я сначала решил написать разработчикам из Haggard Games, узнать все об этой проблеме. Потом я подумал, после того, как американская студия взялась издавать Alekhens Gun, название Haggard Games вовсе исчезло, отовсюду, откуда только можно. На Википедии их нет, в титрах они тоже не указаны. Везде указывается студия Maximum Games в качестве издателя и в качестве разработчика. И я решил написать им. Потом, на всякий случай, решил написать в техподдержку Sony. И пока что единственные, кто удосужились мне ответить, это Sony. Но они только сообщили мне, что тут они ни при чем. Все вопросы к издателю. Издатель решает, убирать игру из магазина или нет. А издатель пока что мне не отвечает. Ну и если, конечно, что-то прояснится, я запишу еще один ролик. Ладно, что я могу сказать в целом по игре? Я прошел ее и получил массу положительных впечатлений. Сюжет хоть и простой, и банальный, но героям привыкаешь. И начинаешь даже сопереживать. Особенно Семену. Всем советую пройти. Игра короткая. Как я и говорил, 11 заданий, которые можно запросто пройти за 2-3 вечера. Единственное, что подпортило впечатление, это постоянные вылеты, которых, кстати, не было в демо-версии. И в Миссиомерта у меня сломалось сохранение. То есть сначала у меня отказали кнопки. Все, кроме кнопок передвижения и бега, то и без шифта. А потом, когда пересохранился, сейв вовсе сломался. Он перестал запускаться. Но, конечно, перезапуск задания помог. Потом больше такого не происходило. Единственное, что еще случалось, это пропадали все звуки, кроме Эмбиенда. Кстати, Эмбиен продолжался даже в меню. Но больше таких моментов не происходило. Но, несмотря ни на что, игра все равно хорошая. Хоть рейтинг на Метакритике у нее всего лишь 36 из 100. Вы только подумайте. 36. Shenmue 3 имеет рейтинг 69. 69, кстати, судьба игр очень похожа. Они похожи не только проблемами с лицевой анимацией. Обе игры как бы собирали себе деньги на Kickstarter. То есть, блин, там 69, а тут 36. 69 это рейтинг первый Смерть Шпиона. А третий, я бы ей поставил как минимум 63. То есть, отзеркалил бы оценочку ее. Но, ничего не поделаешь. Сейчас, когда пытаются вспомнить хорошую русскую игру, когда вот заходит разговор о том, о, вот, хороших русских игр нет вообще. Вот, единственное, что у нас есть, это Тетрис банальный и вот Корсары доисторические, допотопные. Но, блин, а если говорят про наши нынешние десятилетия, то, единственное, что вспоминаю, так это Atomic Heart, который вообще до сих пор еще не вышел. И мне кажется, он вообще не выйдет в этом десятилетии. А, по-моему, он вообще никогда не выйдет. В такие моменты мне хочется сказать, люди, вы чего? Вот отличная русская игра, вышедшая в 16-м году. Хороший аналог Хитмана. Русский Хитман про агента КГБ. Это же, блин, отличная русская игра. Ну ладно, не отличная, она просто хорошая. То есть, в чем проблема? Ну, а на Лехин с Ганн или же на Смерть Шпионом 3 всем наплевать. Как и наплевать на то, что его нет в российском PSN. Сейчас, когда говорят про удаленные из русского стора игры, сразу же вспоминают новый Modern Warfare. Типа, ах, несправедливо, игру удалили, хотя ее удалили, как по мне, весьма справедливо, потому что такую пропаганду антироссийскую еще нужно поискать. А вот про несправедливость с русской игрой, которой нет в русском магазине, никто и не знает. Хотя я, если честно, вообще не понимаю, почему ее нужно было удалять. То есть, не знаю, антироссийского, антисоветского, там вообще ничего нет. То есть, Советский Союз там, ну, представлен максимально хорошо. Единственное, что там есть, так это вот упоминается то, что типа, видите, за своеволие такое вот во времена войны могли как бы посадить в лагерь. И все, больше ничего такого. В остальном, как бы, Семен Строгов, агент КГБ, максимально положительный персонаж. Вот таких вот персонажей сейчас, кстати, не хватает абсолютно. Да, печально это, конечно, все. Поэтому распространяйте этот ролик максимально, говорите о нем, рассылайте его, отсылайте своим друзьям, пусть его посмотрит большее количество людей. И может быть, Maximum Games все-таки вернут Алёхин сган в русские консольные магазины. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментах, играли ли вы в Смерт Шпиона в какую-либо часть. Если да, то какие воспоминания с ней у вас связаны. Всем удачи и до встречи в новых роликах. И только ночью ты живешь! Ты живешь!